здравствуйте сегодня я расскажу про ситуацию когда нет связи с блоком управления haldex как пример есть автомобиль volvo x70 2006 года выпуска не включается задний дифференциал вида выдает ошибку нет связи с блоком управления haldex вот примеры таких ошибок они регистрируются в модуле abs при попытке связи с модулем 4 на 4 получаем ответ что нет связи будем выяснять в чем причина проверяем если напряжение питания 12 вольт на вход в блока управления haldex проверяем если есть управляющий сигнал по кан линии на вход блока управления haldex нужна лампочка на 12 вольт на лучший мультиметр нужен один или лучше два провода длиной по 5 метров блок управления имеет две группы контактов 1 8 контактов 2 2 контакта зажигание включено двигатель работает обе группы контактов отключены на контакт 1 и контакт 2 должно быть 12 вольт в моем случае нет напряжения нужно понимать причину нет плюс 12 вольт или нет минус 12 вольт использую два провода по 5 метров подключаю провода к аккумуляторной батареи автомобиля шаг 1 измеряю напряжение между проводом плюс 12 вольт и контактом 1 и контактом 2 есть 12 вольт между проводом с плюс 12 вольт и контакт 2 значит минусовой провод минус 12 вольт поступает на блок управления шаг 2 измеряю напряжение между проводом минус 12 вот и контактом 1 и контакт 2 не 12 вольт значит плюс 12 вольт не поступает на блок управления шаг 3 проверяю предохранитель он неисправен есть короткое замыкание в блоке управления или в масляном насосе хочу знать где выключая зажигание вторая группа контактов отключена это выход на насос есть два варианта диагностики 1 вместо предохранителя включаем лампу на 12 вольт и 55 ватт запускаю двигатель автомобиля лампа горит в пол накала в блок управления нет короткого замыкания лампа горит на полную мощность в блоке управления есть короткое замыкание в 2 вставляю предохранитель на 5-7 с половиной ампер запускаю двигатель автомобиля если сгорел есть короткое замыкание в моем случае предохранитель сгорел открыл блок управления а там картина репина приплыли проверяю линию кант измеряю напряжение между контактом 2 и 7 и контактов 2 и 8 должна быть от 2,1 до 2,3 и 2,6 до 2,9 вольт соответственно измеряя сопротивление между контактом 7 и контактом 8 должна быть от 50 58 примерно до 62 ом измеряя сопротивление между минус автомобиля и контактом 7 и контактом 8 должна быть бесконечность если есть сопротивление значит есть неисправность нужно обратиться к электронщикам предположим что нашли другой модуль управления haldex нужно проверить на машине диагностического оборудования нету не знаем если неисправен масляный насос что делать подключаем модуль управления к 8 контактной группе к этому выходу подключить лампу на 12 вольт включаем двигатель автомобиля лампа светит модуль управления исправен лампа не светит ищем причину упасть в том что над умираем и умираем крайне подключаем максимум растет подключим эльбом скорпез лампу на 12 вольт включаем аккуратно по 23 вольт все тут как умираем но умираем поэтому нам не нужно приносить к 26 гидруль Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...